Дом 2 Здравствуйте, я Ксения Собчак А я Ксения Бородина Это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга Вчера Люся Алексеева решительно отказала Вите Вихрову Однако Витя не собирается сдаваться и намерен добиваться ее внимания Но главная сенсация в том, что вчера Солнце и Саша Нелидов возобновили свои отношения и объявили себя парой Сегодня они заселяются в третий пятизвездочный домик Сегодня 106 день телестройки Яна решила, что пора объявить себя парой со Стасом Стаса ее решение удивило С одной стороны, конечно, приятно Но с другой стороны, есть повод насторожиться Яна сама все решила за него Степа и Алена после примирения снова напоминают влюбленных голубков Однако характер у обоих не изменился Каждый пытается занять в паре место лидера Саша Нелидов и Ольга Солнце снова вместе Саша признался Ольге в любви и попросил дать ему последний шанс Май очень расстроен примирением Ольги и Саши Он уверяет, что с ним все в порядке и к Солнцу относится по-дружески Но все ребята прекрасно понимают, что Май страдает Люсю раздражает Витя Она отвергает все его попытки за ней ухаживать Но во многом на ее решение повлияли девочки Которые настраивают Люсю против несчастного влюбленного Витю обижает поведение Люси Но он не оставляет надежды добиться ее расположения Я, конечно, честно говоря, Люси до конца не пойму Ну, убейте меня Но не ведут себя так, как она ведет Если, говорится, нет такого Может, я чего не понимаю, конечно, по этой жизни Может быть, я несколько неадекватно ее воспринял изначально Ты знаешь, у меня тоже есть такая мысль, что У них сегодня одно, завтра другое Послезавтра вообще третье Да, я понимаю, я не красавец У меня, собственно, маленькие Но с другой стороны, Рома с Олей общаются Вроде ничего Рома, это и так понятно Люси не будут с ним встречаться И ей будет наплевать, какой у меня там внутренний мир Она говорит, неужели Посмотри, она говорит, посмотри на него, посмотри на меня Неужели кто-то мог подумать, что я с таким уродом буду встречаться Она говорила, что ей не нравится сладкий мальчик Но, тем не менее, из тех мальчиков ей больше всего нравится не лидов А лидов самый сладкий Из всех Да? Да И из тех мальчиков больше всего нравится Ей нравится таких мальчиков она любила А что, он реально сладкий, что ли? Ну, а что, нет, что ли? У него безумные глаза У него такие безумные глаза Харе Кришна Харе Рам Ах, ты, блядь, как сделал Харе Кришна Харе Рам Пойдемте батарейки Ничего, ты из этого положения тоже взлететь соберешь Нет, я понимаю, я все прекрасно понимаю, что я первый кандидат как бы уйти отсюда Вот в той ситуации, в которой я нахожусь Это объективно, это то, что есть Тут уж ничего не попишешь Я тебе сразу говорю, что большинство будет бросать боль в себя Да Я знаю Даже, может, не большинство, да Мне так кажется, что ему тяжело И я вижу, что человеку тяжело, что я ему плохо делаю И я не могу делать по-другому Я не могу по-другому Мне его жалко, но я его жалеть могу Ну, почему он настолько тебе не принять? Я, я, потому что он это будет считать как Как то, что ты ему даешь надежду Да Ну, а ты для себя приняла твое решение, да? Да, я приняла твое решение И я рада, что у меня не было замешательств Там недели, пять дней Я это сразу определила И я очень рада, что я сразу человеку это сказала И ему человеку Ребят, сегодня мы торжественно заселяем пару Солнца и Саши Когда-то Солнце и Саша благородно уступили свой домик Правду говорю Когда-то Солнце и Саша благородно уступили свой домик Степе и Алене Но сейчас, мне кажется, они заслужили возможность вернуться именно в свой домик А Степа и Алена у нас переедут в первый пятизвездочный домик Ну что ж, пойдемте? Пойдемте Солнце и Саша, скажите, пожалуйста Вы действительно думаете, что это заселение будет последним в том смысле, что этот шанс Саша использует? Солнце Это должен сказать Саша? Да Ну что ж, я надеюсь, что этот раз он будет счастливый для вас И у вас будет очень много приятных мгновений в этом домике Все зависит от Саши Давайте, удачи вам Что они сделали с вашим домом? Почему они пропали Саши? Нет, ребята, это все как вы видите, понимаете? Это в вашем стиле И мы даже не будем подслушивать, ребята Пойдемте, все переодеваются на стройку Ура! Библиотечка у нас тут есть У меня пижама вон валяется Моя, сегодня забыла ее взять Бабочки 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 Вот Вот Степ Вот А мы шкаф разрисуем? Мы все разрисуем Степа, не через неделю Ты почему только на себя-то ориентируешься? Мы будем ориентироваться на ситуацию Мы сейчас уже опять под твоей Пошли Так, как ты Сказал Я так тоже думаю Ну, пожалуйста, давай теперь Думать будем одинаково Но говорить я тоже буду Мне уже надоело То, что 18 недель подряд Ты говоришь мне одно и то же Одно и то же Я тоже много чего хочу Но есть правила Денег нет, я молчу Он мужик какой-то пришел Из правила жизни Которая звучит очень просто Чтобы было Нужно отдать Вот смотри, ты отдал Тебе стало? Да Да Ты такой лох Вообще кошмар Ты дура Просто, ты дура А ты лох, Степа Ты, ты Лох-лох Лох-лох Лох-лох, что ли? Да А я что, дура, что ли? Я не дура, между прочим Солнце Ты ожидаешь решительных действий от Саши Поэтому, я думаю, тебе будет приятно узнать Что сам Саша приготовил для тебя сюрприз Надеюсь, он тебе понравится Это романтическое свидание солнца Ну, а что это будет, ты узнаешь Пойдемте мы вас проводим Пойдемте вас проводим Пока Боже мой Да, прям вас провожают С родителями главное побольше улыбаться Поменьше говорить Побольше поддакивать Вы же прекрасны, мне кажется, все вкусно Сашуля, береги мою девочку Не обижай И возвращайтесь поскорее Мы будем вас ждать Открывайте Все само Все само Пока Ой, прям вообще Утрудилась Утрудилась Нельзя До свидания Нельзя тебе Ну что, сегодня я оставляю на кухне готовить Майя и Яну Ну а убираться у нас будет Витя и Маша Ну все, кто остались, идут с прорабом на Стройку Сегодня мы будем готовить стену грунтовки Грунтовать мы ее будем завтра А сейчас мы выровняем стены при помощи шпатлевки Чтобы убрать все неровности Витя Чего? Скажи мне, пожалуйста Да Вот та ситуация, которая происходит сейчас с Люсей Ну? Как ты ее оцениваешь? Ну Понимаешь Синь Ситуация следующая Вот как я ее вижу, скажем так Может быть я надумываю что-то Может быть там, не знаю Но Люся достаточно адекватный, умный человек Да? То есть Ну это видно и по предыдущему поведению По образованию И если бы этот человек хотел сказать мне что-то конкретное Да? Было бы так Иди сюда, садись И все по полкам Было бы рассованно, да? А человек на самом деле просто эмоционально реагирует Во-первых И во-вторых Есть некие моменты Которые заставляют меня в этом нет сомневаться Мне в ухаживании эти не нужны Ну что там прям такая консивная-то по отношению Например, на строке он хорошенько Вот ты его уже ненавидишь Да, я ему сказала, что я хочу, чтобы он То есть ты будешь голосовать против Я не буду против него голосовать В праве сам принять это решение Но я сказала, что если он уйдет Мне будет здесь проще Потому что как он пришел с тех пор Меня здесь вообще нет Меня никто здесь не видит, не слышит У меня раньше хоть там Хоть что-то было, да? Или проблемы, или наоборот Ну всякое бывало Сейчас у меня вот с приходом Викторов У любого спросить у Люси нет Как ты думаешь, женское мнение на Люси влияет? Очень Очень Ну по той простой причине, что Что бы человек ни говорил Как бы он себя здесь ни вел Да, но та ситуация, которая есть Вот на сегодняшний день Она о многом говорит Да, человек прожил полтора месяца И только лишь я один к ней приехал Вот И опять же Подчеркну, что я конкретно к ней приехал Все остальные приезжающие Так или иначе И, понимаете, крутили попой Вот Поэтому Ну, скажем так Преимущество своеобразных людей Люси человек своеобразный Я человек своеобразный Я это понимаю В принципе С одной стороны Недостаток То, что Очень мало кто Скажем так Смотрит На меня, например Но если уж смотрит То это конкретно Вот и все То есть я это понял Достаточно давно Чувак, может быть Тоже понимает Но вот в силу каких-то причин Там Так или иначе Вот Несколько Не так, как бы хотелось Мне Он себя ведет Вот и все Ну, может еще все изменится Так что я тебе желаю удачи Ну, будем надеяться Твое упорство мне нравится Спасибо, Ксения Ладно, пойдем Доработаем Угу Субтитры сделал DimaTorzok А против кого ты будешь голосовать? Против кого я буду голосовать? Из всего, что есть Из всего, что есть Я думаю, что все-таки Пока-пока На мое мнение может измениться Я буду голосовать, наверное, за Виктора Потому что перспективы здесь Особо я для него не вижу Согласна со мной? Ну да Согласна Ну а ты не считаешь, что вот То, что произошло вчера на родном месте Вот это примирение Солнце и Саше Тоже отчасти было связано С голосованием С голосованием? Нет Не считаю Поэтому Твой взгляд на их отношения? На их отношения? Мой взгляд Отношения Если сейчас будут лучше Только дай бог Я только за Вот солнце говорит Что ей не хватает Понимания Саше Понимания Саше? Каких-то мужественных поступков Что вчера Майя? Вчера же Майя чуть не заплакала Сейчас ушел к нам в комнату Мне так жалко Я не люблю Чувствую жалости Но неприятно стало Больно Сама им Просто больно стало Может он искренне к ней относится? Он да Он относится к ней абсолютно искренне Может быть есть два варианта Или он думает Что просто У них Нелидов не изменится Он это знает уже Вот Поэтому Он разойдется Да То есть вчера он очень сильно Да? Он вчера очень сильно расстроился Если честно Очень сильно расстроился А на самом деле Проблема-то в солнце Солнце лежит Выпендривается на кровати И говорит Мало Мало Еще хочу И когда ты не уделяешь мне время Майя всегда рядом Но я бы не говорил здесь О любви так громко Солнце Вот мой дом Сейчас ты все обомнешь Это моя собачка Не бойся Привет мамочка Здрасте Боже мой Тут пришел Привет Вот они Привет Тихо Здравствуйте Солнышко Здравствуй Золотая Здравствуй Солнышко Здравствуй Золотая Ну проходите Дети мои Собака дорогу проложила Так Вот так вот Большая комната Вот пянина На нем я играл в детстве Играй Играй Сейчас раз Пойдем Оп Оп Солнышко 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 Ты как в высоте Хорошо Хорошо Да Такой маленький Маленький Лев Ладно Пойдем дальше Пойдем дальше А это солнце Моя комната Здесь довольно чисто Но обычно Обещал бардак Где бардак Обещал бардак Ну вот например Бардак всегда здесь Вот Людок Ты не узнаешь Угу Она видишь Как у меня Зачем у тебя дырочки В ковре Это дырочки Ну так вот Ковер грязный был Я решил вот Пусть будет Дырочка Да дырочка По-моему очень креативно Угу Соответственно вот Гоу-плей Значит надо Вот зеркало Перед зеркалом Пойдем обедать Прошу Пойдем К нашему шалашу Хоп-хоп Хоп-хоп Так Только Одну секундочку Подождите Хорошо ждем Какой-то сюрприз Пострадите Дома два Ааа Тортик Это хлеб и соль Ой нам так важен Этот тортик С сердечком Ребят Я думаю что для вас Не удивительно будет Если мы сегодня Будем обсуждать Нашумевшую такую Пару Это солнце И Саша Вчера Они помирились Тем не менее Непонятно немножко Поведение солнца Вроде она не так Счастлива Как хотелось бы Да Всем нам И Непонятна позиция Саши Почему он вчера Сделал это На лобном месте То есть Почему он сделал это Прилюдно Если человек Действительно Хочет получить прощение Он заберет Свою любимую Они могли бы Уехать куда-то Или просто здесь Сесть вдвоем Обо всем Договориться И Солнце бы уже решило Простит она его или нет А вчера В принципе Саша поставил Солнце В неудобное положение Мне понадобилась Неделя Чтобы понять Что солнце Мне очень дорога Солнце Я люблю тебя И Мы говорили сегодня О последнем шансе Я хочу Чтобы ты мне Предоставил его И Вновь Сел рядом со мной Я Против Таких методов Примирения Когда Когда Люди Мирятся Признанием в любви Это крайность Которая Для меня Недопустима Я не люблю Когда Спасают отношения Признанием в любви Для меня Это некрасиво Я считаю Что отношения Нужно спасать С какими-то действиями Но ни в коем случае Это крайняя мера Это когда человек Уже В безысходном положении Он уже не знает Как вернуть Ну вот И ставит Второго человека Перед фактом Вот я тебя люблю И все А второй не знает Что делать Мне ситуация Неприятная Я против таких Это было И признание И одновременно Примирение И она действительно Не знала Как себя повести Человек ей признался Только что В любви Прилюдно Отказаться Сказать нет Будет очень жестоко С ее стороны Вот потому что Человек только что Очень трепетно Признался ей в любви И это было искренне Со стороны Саши Да А она не знала Как себя вести Потому что Методы Достаточно жесткие Понятно Мне же приятно Когда при всех К тебе такое отношение Потому что Мало ли что Там по углам шушукаются Что Нелидов не подходит Значит она ему не нужна А когда он действительно При всех Показал Пусть даже так Пусть даже я тебя люблю Я согласна с чем-то Да Ром Правда Ну немножко согласна Немножко в чем-то не согласна Мне кажется К каждой женщине Было бы очень приятно Когда и другие люди Тоже видят Как человек к тебе относится Не надо Они должны Это видеть действия Не просто слова Люди Действия будут Слова Вчера на лобном месте Было действие И это называется Действие Он действовал словом Он сказал Что я люблю тебя солнце И приглашаю тебя В свою жизнь Это значит На всю жизнь И это было действие Ну как тебе сам Отличненько Отличненько Обращение для общения Я рад что наше отношение Наша любовь вновь Восстановлена И я приложу все усилия Чтобы быть достойным тебя Я предлагаю за это Выпить сок Расскажи о себе Ну что я делал Жил Учился в школе Закончил школу Все надоело Понял что Расставил приоритет Что для меня Самое главное Общение с тобой Общение с людьми Пошел в психологию А потом И Никогда не задумался Об отношениях Более серьезных Чем Встречи На На Секс И Тут Попал на Проект Дом 2 Все изменилось Приоритеты Другие Какие? Появились проблемы Начал общаться С девушкой Она Очень яркая Была Я Ей восхищался Но Не мог показать Как Ценю ее Вот И у нее какой-то Парень появился То ли друг То ли еще кто-то Ну короче Она все время С ней в бильярд Играет Все время В курилке Курит В беседке Прошу прощения В беседке сидит Общается И конечно Вообще непонятно Что за дела Потом она меня бросила Потом Прошла неделя Я вновь Соединился Общаюсь Что буду очень хорош Но все равно Возникает вопрос А вдруг Ей нужен май Ты вот Как психолог Может Подскажешь Что делать Мне кажется Надо быть лучшим Надо быть лучшим Все очень просто Да Вчера пошло Немножко времени Они помирились Солнце пошло Разговаривать с Майей Нелита пришел Солнце пойдем Поговорим Я занята Солнце пойдем Пойдем уже В домик там Я не могу Я разговариваю с Майей Это нормально Это естественно Это не нормально Это не нормально Сядь ее вообще И отнести в домик Тогда бы он показал Что можно Майей было Очень плохо Вчера Я понимаю Ему было плохо У него было ужасное состояние Здоровье А у Саши что Кроме солнца Некому Майя было поддержать Некому солнцу Единственный друг Майя на проекте Вчера было Примирение У них например А мы Долго играли Только Согласись Что Ему должно было Быть Очень обидно Что вроде как Они примирились А все равно Она свое время Проводит с тобой Ну Вот Я про это и говорю Я не знаю Это так сложно Майя Но ведь я Это тоже Должна Обижать Получается Что солнце Сейчас В такой ситуации Когда она Одновременно Сумела Влюбить В себя Двух Угандых Людей И может Получиться Так Что Просто И одному И второму Будет Некомфортно Мы продолжаем С солнцем дружить Ой Ну я на самом деле Говорю как есть Мне кажется Что это очевидно Уже для всех Кто здесь проживает Это же не мое Даже Я говорю Вот с девчонками Обсуждаю Эту тему И все понимают Ситуацию Понимают В какой тяжелой ситуации Находишься И ты И в какой ситуации Находишься И Саша Все понимают Только ждут моменты Моменты Что-то Ну вот Сейчас будут Там всякие голосования Начинается Сейчас Цирк Шепито А что ты думаешь Ты думаешь Что против тебя Будет много голосов Ну да Я даже знаю Как это будет Мотивировать Естественно Сделать Из меня Глодея Ты постарался Разложить Разложить Проект Из-за Ситуации Я так не считаю Считаю Все остальные Неохота Их расстраивать Мне кажется Я пока Не покину Почему? Потому что У меня здесь Есть очень важное дело Мне это нельзя Покидать Ну хорошо Ребята Последний Вам вопрос Ваш прогноз На эту пару Все будет Хорошо Это точно Это будет Самая стабильная пара И я больше чем уверена Что эти ребята Будут На конце проекта Вместе Я не буду прогнозировать Я не знаю Что не умею У них у обоих Но я бы не говорил Здесь о любви Так громко Самые первые годы Знаешь Так Вот смотри Уже тогда я был С солнцем Да? Как всегда Груст Груст Но с солнцем И с палкой А тут я уже Строил дом Так и мой дом Два Угу Но у меня это был Первый дом А сейчас второй Че второй Так че солнце? Че, Саша? У нас отношения Установлены? Да Я вчера Все на лобном месте Сказала А че делать С моим? Что делать с моим? Это мой друг Как мне относиться К вашим отношениям? Так как тебе надо Относиться? Я хочу, чтобы ты Столько же времени Со мной проводил Я не могу проводить С тобой столько времени Если ты спишь Я не буду спать Я сегодня рано встал В 9 утра Будешь? Будешь? Занимай меня чем-нибудь Почему? Мы будем вместе Не вопрос Как сложно Солнце Спать проще Мы говорили уже об этом Да? Мэй тоже спит До 12 Ну И что? Так если тебе так интересно С моим Почему ты не с ним? Если ты хотел Чтобы я была с моим Почему ты тогда Вчера сказал На лобном месте То, что сказал? Я не хочу Чтобы ты была С мной Я хочу Чтобы ты была С мной Ну а что тогда За вопрос? Ну интересно же Я тебе еще раз говорю Мэй мне друг И когда ты Не уделяешь мне время Мэй всегда рядом Вот и все Ну ладно Я буду тебе Больше времени Не ладно Мне не нужны одолжения Это должна быть Твоя инициация Я буду тебе больше времени Буду больше времени Тебе уделять Спать наверное Перестанешь, да? Круглыми сутками Плоть перестанешь Ну тогда я думаю Все получится По поводу Знаешь чем мне нравится? Все говорят Он должен доказать Свою любовь действиями Да? И х** Кто скажет Какими именно действиями? А что говорить? Она сама сказала Какими действиями Она ничего не говорила Она сказала Сому мужиком Что значит Быть мужиком? Да вот объясни Вот ты так говоришь Объясни теперь Что значит Что значит быть мужиком? Объясняю Чтобы решать вопросы Понимаешь Не чтобы она говорила А чтобы он делал Он может быть мужиком А она решает вопросы Какая разница? Да Ребята У них свои заморочки Вот именно У них свои заморочки Нет, оставим их заморочки Объясни ты Что ты считаешь быть мужиком Ага Их не трогай Что значит быть мужиком Это нужно просто держать Все в колоке Нет, ты сказала действия Ну Давай действия Давай действия Действия хорошо Проявляй свою инициативу Он проявляет Почему не должна В паре проявлять Девушка свою инициативу? Она три месяца Ее проявляла Денис Да здравствуйте Мы не трогаем эту пару Берем другие отношения Подожди Подожди Сейчас Денис Сейчас еще Она Он проявлял инициативу Он говорит Солнце пойдем поедим Солнце пойдем Поддыхаем у бассейна Солнце ты не хочешь поиграть на гитаре? Он проявлял инициативу Получается Слишком хорошо Знаешь получается Ребята Слишком хорошо Это тоже плохо Слишком много внимания Он уделяет солнцу Так получается? Тогда по твоему Получается Что девушка должна Лежать целый день на кровати Ковыряться в ногтях А Стас должен Чай носить Проявлять инициативу А ты ничего не должна делать Ты не понимаешь Инициатива не в бытовом Не в бытовом В смысле А в бытовом А в бытовом что? А в бытовом А в бытовом Ребята Подождите Делить нужно все Понимаешь? Все должно быть согласовано Подождите Сейчас в быту должны Оба проявлять инициативу Так и по жизни Вот смотрите Мы зацепили все за Нелидова Нелидов должен уделять внимание Нелидов должен быть Да д**к мне Внимание уделяй внимание уделять почему никто не обращает внимание на солнце что солнце сама на самом деле мне лидову не раз не подойдет на самом деле тут проблема у солнца а не у не лидова не лидов все делать так как надо он приносит и фрукты и завтраки приносит и кофе и чай в постель и приглашает ее на обед и свидание назначает и накладывает ей в тарелочку и кормит ее с ложечки и укладывает ее спать не забывать пизанскую башню кроме солнца вообще никаких нет мыслей и все внимание только солнце дело кое-чего и когда и чё вот так на самом деле проблем это в солнце солнце лежит выпендривается на кровати и говорит мало мало еще хочу конкурс проводим как ни странно мы с маем что наша киша любезно напросилась ко мне в помощнице и мы будем проводить его вместе сейчас девушки вместе с кешей удаляться в энное место пойдемте со мной девушки по предшествию вы должны будете найти своего мальчика с взгляда я предлагаю ребятам разоблачиться а девушка которая угадала своего молодого человека получает сердце мне не нравится что ты ищешь других людей ты не хочешь поиграть нет я хочу быть с тобой мы все больны гандболом из-за гандбол над землей летели лошади солнечным днем из-за гандбол и одна другой сказала вдруг давай-ка споем споем и когда-то пели лошади я хочу чтоб пели лошади над землей что-то показал ноги лезвие моей сейчас на строке своей нежной на строке на поле у киши точка зрения прыгает каждые две секунды она на строке одно говорила здесь говорит другое и постоянно разное не виновник ты чё даже киша она сейчас тебе одно скажет ты ей такое скажет одни слова нападет передать другому человеку среди слова скажет что сказала ты я больше чем уверенна на 100 процентов что при ziehenся она скажет Люся сказала что у тебя выпендрёшь вот она не сказать что она говорит она скажет что Люся то сказала, Луся это сказала что все это специальные в общем то что она все расскажет это я больше чем уверена да муж Да, это сто процентов. Лен, мне-то мало, конечно, волнует. Еще и меня и приплетет. Да, ну все приплетет, поэтому приди, я вообще стараюсь молчать. Все держат кружки, они открывают. О, заходи, заходи, гостем будешь. Пародию на американцев, вот как они там, да, сделают, потом все там, а-а-а, мы вас разыграли. Все стоят с шампанским, тупо так. Шняга, да шнягу, давай простую шнягу. Так давайте шнягу, простую спрятаньем сделаем. Так вот мы и спрячемся в их домике за столом. Тишина такая, тишина, они заходят, и мы все стоим уже такие с кружками. Тупо так перееем, просто попросить всех. И каждый в одной слове, что они поют. Они заходят, и мы песню какую-нибудь поем. Та-тадам! И опять все спят, по-моему. Ну и не пойдем, по-моему. Пойдем обратно. Саша, а где все? Это юмор такой. Опять юмор? Пойдем заберем приз, пойдем заберем приз в наш дом. Саша, ну где все? Вообще все вымерли. Все вымерли. Как это? Мы уже выиграли. Мы выиграли в дом. А, мы идем в дом? Да. А, то есть телепроект уже закончился. Я думаю, единственный пар на проекте. Любовь победила. Пойдем. В наш дом. Пойдем. Саша, где все? Ну зачем ты, Саша, вопрос задаешь? Я понимаю, что всех выгнали уже давно. Ну а зачем спрашиваешь? А где все? Саша, не спрашивай. Нет, никого нет. Раз заходишь сюда. Саша, мы все равно всех не найдем. Пойдем, хоть кого-нибудь найдем. Саша, давай не будешь, давай это глупо, искать людей, когда они спрятаются. Наоборот, круто. Саша, где наши ребят? Саша, из этого вывода я могу сделать, что тебе меня мало. Нет. Я сделал такой вывод. Да где же они? Я сделал такой вывод. А мне уже нет. Постой. Мне не нравится, что ты ищешь других людей. Ты не хочешь поиграть? Нет. Я хочу быть с тобой. Я не хочу так играть. А как хочешь играть? Я хочу с тобой быть. Как? Тебе, получается, ребята важнее, чем я. Почему важнее? Потому что ты их ищешь, а на меня и на меня не обращаешься. Нафига себе не обращаешься. Да, не обращаешься. Вот скажи мне, Шерхан, где 13 клювых людей? Он мне говорит нельзя. Мне достаточно солнца. Я рад, что нет этого назойливого мая. С новосельем поздравляем! С счастья, радости желаем! Дома хорошо, а в Доме-2 лучше. Тем более, когда на лобное место приходят Ксения Собчак и Ксюша Бородина. Да, мы тоже практически успели по вам соскучиться. Ну, рассказывайте, как съездили к родителям. Солнце, начну с тебя, потому что знаю, что встреча с родителями молодого человека иногда бывает очень тяжелой. Съездили отлично, родители в восторге. Солнце в восторге. Солнце, спрошу тебя. Узнал меня получше, посмотрели фотки, какие могли, наверное, одну пятую всех фоток. Поели еды, которую смогли, наверное, одну пятую всей еды. Вот, было очень вкусно, было очень здорово. Слышечка, прости, я тебя перебью на секунду. Ну, как бы, Солнце можно хотя бы иногда будет говорить, ладно? Да. Хотя бы иногда, пожалуйста. Солнцу сейчас не очень хорошо, у нее болит зуб. Это очень грустная ситуация. Саш, знаешь, бытует вот такое мнение, что мужчина выбирает свою девушку, свою вторую половинку, всегда в чем-то похожее на свою маму и наоборот. Скажи, пожалуйста, у Солнца и твоей мамы есть что-то общее? Я не заметил. Может, она скажет? Я не заметила. Нет, я имею в виду по характеру. Они обе мои любимые женщины. Есть одна схожая черта в характере, наверное, это гиперответственность за человека, который рядом. Любовь к Нелидову. Да. То есть, мама у тебя ответственный человек? Гиперответственный. Да. Привет, мам. Я уже тут добрался, хорошо. Слушай, а не получится так, что в Солнце ты нашел здесь на проекте такую свою вторую маму, которая вот тебя опекает, заботится? Собственно, и можно... Однозначно нет. Я нашел на проекте любимую женщину. И сейчас Александр сам будет заботиться и опекать в Солнце, правильно, Солен? Заботится и опекает Солнце от дурных разговоров. Мы очень рады за вас. Молодцы, что хорошо съездили. Ну, а у нас здесь в лагере тоже происходило масса интересных событий. И прежде всего это, конечно, конкурс, который устроили ребята. Я обращаюсь сейчас к Алене. Алена, ты единственная девушка, которая узнала своего любимого и обожаемого Степана даже в мешке. Ален, прежде чем ты скажешь, я хочу тебя поздравить и выручить тебе вот это сердечко. Ты сегодня хорошо справилась с вами. Действительно, Степана у меня просто очень хорошая интуиция. Я его чувствую, в чем бы он ни был, в мешке, где-нибудь под столом. Даже если он где-нибудь за 10 метров от меня, я могу позапову учить. Ну, что ты такое нащупала, что ты поняла, что это Степана? Я была на 100% уверена, что вот оно, мое чудо. В перьях сидит. С девчонки, ну а вы-то что так вообще подкачали? Вот у меня вопрос, кольги Бузовой, как можно было не найти Рому? На самом деле, если честно, мы с девчонками, когда стояли там вчетвером, мы так переживали, ребята. Вы бы только знали. Мы стоим, думаем, блин, а вдруг не угадаем вообще. Вот так прям сердце колотится. Так я расстроилась, что я встала не за тем человеком. Ну а как ты могла Рому куда-то не узнать? Просто за Рому уже стояла Маша. И мне почему-то показалось, что Дениса и Рома, в общем-то, очень похожи. Ну, хорошо, значит, ты встала за Денисом, а Маша выбрала Рому. Давайте тогда дадим слово Маше. Машенька, ты-то как смогла так вообще обладать? Я не узнала Дениса в мешке в этом, потому что он как-то болтал ногами, и они, мне показалось, такими короткими. Ну да, это тот самый Денис. Ну что ж, а у нас еще сегодня, помимо конкурса, было новоселье. Ребята заселялись в домик. Так, Солнце, у меня вопрос к тебе. Сегодня первый ваш день в домике. Скажи, пожалуйста, ты пока не пожалела, что дала свой шанс Саше? Солнце счастливо и ни о чем не суждено. Саша, ну мы скучаем уже по Солнцу. Солнце, ответь, пожалуйста. Да, Ксюш, ты права, сегодня первый день, по идее, должен был быть в нашей жизни в домике. Но так случилось, что мы побывали там только вечером, когда ребята нас встречали, потому что все остальное время, то бишь весь день мы провели просто дома. Дома у Саши, да. В другом домике. Ну хорошо, а насчет... Ну пока он тебя не разочаровал? Нет. Он действительно изменился? В поездочке он вел себя замечательно. То есть, я просто помню все остальные там поездки на романтические свидания. Это было примерно, я на тебе посплю, и все. Вот, а сегодня было все иначе. Ну я начинаю верить. Как ты думаешь, надолго его хватит? Мы посмотрим. На 10 месяцев. Прошел еще один день, а завтра у нас день рождения Майя. Поэтому давайте все готовиться к этому празднику. И будем делать завтра Майя счастливым. Увидимся завтра на телеканале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Я всю жизнь хотел, чтобы у меня был торт со свечами. И меня его никогда не было. Там не было? Сейчас у тебя тут есть. Да. Пусть не 23, но все же. Да. Пусть маленькие, уродские. Так вкусные. Да. Желание не забыть загадать мои. А потом задуть с первого раза и обязательно исполнить. Ну, как бы, я сейчас иду и... Спокойной ночи, Кеша. Знаешь, так... Типа... Ну, неприятненько, это слабо сказано, Ильюся. Ну, да. Что там и Алена, и Майя. Ага. Да? А Рома с Сори пойдут? Нет, нет. Это элита. Это элита проекта. Солнце и элитов. Самая стабильная пара. Степа и Алена – самая эффектная пара. А Майя – лучший друг солнца. Да, просто для рождения – лучший друг солнца, плюс ко всему. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня праздник у девчат, Сегодня будут танцы. И щеки девушек горят, С утра горят румянцем. Пляши, девчонки стоят, Сторонки, платочки в руках, Субтитры создавал DimaTorzok Потому что на 10 девчонок, Но в статистике 9 ребят.